Спасибо большое Владимиру Козлову за создание заставки Комикс Гиду и всяческую поддержку каналов. Пока Джессика Дрю шпионит за наследниками, в безопасном мире все становится лишь хуже. Морлан забирает брата Мэйдэй, так называемого Отпрыска, и девушка ничего не может с этим поделать. Соус, поглотивший энергию Капитана Вселенная, стал мощнее, чем когда-либо ранее. Паук Британия пытается связаться с Человеком-пауком, который отправился на поиски подмоги. И он возвращается вместе с очередным тотемом, на этот раз из Японии Мира 51778. И у этого Человека-паука есть огромный робот, который появляется из открывшегося портала. Несмотря на внушительные размеры противника, Соус без раздумий вступает в бой, так как его переполняет энергия. Пауки понимают, что даже такому роботу не справятся с могучим лидером наследников, поэтому они пытаются скрыться. Но Соус уверяет, наследники найдут их везде. Затем мы переносимся на землю 3145, которая была разрушена после термоядерной войны. Несмотря на огромное количество радиации, Синди понимает, что это единственное безопасное место. Поэтому она решает остаться здесь и найти убежище. Тем временем пауки переносятся на землю, где все еще властвуют динозавры. Питер, не глядя, выбрал место для перемещения в надежде, что наследники не смогут их отследить. В этот момент с ним связывается Джессика Дрю и сообщает, что она заняла место местной женщины-паука, которая являлась слугой самого Морлана. Питер отмечает, что это очень удачное стечение обстоятельств. Будто все это было частью одной большой схемы, слышит Джессика, и замечает владыку Ткача. После разговора Питер связывается с пауками в 2099 году, которые препарируют одно из тел Деймоса. Мигель сообщает, что им удалось поймать самого Деймоса в энергетическую ловушку. Он хочет добавить нечто важное, но в их разговор вмешивается Дженникс. Наследник раскрывает, что их семья давным-давно овладела способом перемещения по нитям великой паутины, поэтому они слышат все разговоры между пауками. Дженникс делится этим знанием, так как уверен, что жить паукам осталось недолго. И уже через мгновение перед героями открывается портал, из которого появляется Верна со своими гонщами и сразу же бросается в атаку. В это время Женщина-паук беседует с владыкой Ткачом. Он рассказывает, что служит наследникам, которые заставляют его плести паутину для них. Но иногда, когда никто не видит, он совершает небольшие акты неподчинения. Так, например, он сделал возможным для Джессики проникнуть в тыл врага. После этого он отдает девушке свитки, в которых есть вся необходимая информация об отпрыске, невесте и другом. Кроме этого, Ткач рассказывает, что его хозяева хотят не просто убить всех пауков, они хотят куда больше, но времени рассказать об этих планах у него нет. Вскоре во дворце появляется Морлан, который отдает отпрыска Бриксу и Боре. Он также замечает Джессику, которая что-то прячет за спиной. Но когда девушка показывает руки, в них ничего не оказывается. В самый последний момент ей удается передать свитки Питеру с помощью едва работающего телепортера Синди. После получения свитков с нашим героем связывается Шолк, которая уверяет, что смогла найти безопасный для пауков мир. Они тут же отправляются туда и попадают на землю, пропитанную радиацией. Однако почти сразу пауки замечают указатели, которые оставила Синди. С помощью них они добираются до здания Изекиля, который построил бункер для пауков и в этом мире. Там пауки находят Шолк, которая уже познакомилась с местным паучьим тотемом. И им оказывается никто иной, как дядя Бен. Далее мы отправляемся ненадолго в прошлое, где Человек-паук из 2099 года и Леди-паук стоят перед пойманным в энергетическую ловушку Деймосом. После поимки герои отправляются к главе Алкимакса, Тайлеру Стоуну, чтобы обсудить дальнейшие действия. Мигель просит своего заклятого врага очистить весь этаж, на котором находится наследник. После этого Стоуну необходимо доставить старое тело Деймоса в одну из свободных лабораторий. В обмен Человек-паук обещает не трогать Тайлера за то, что он отправил его в 2014 год, на что тот спустя секунду раздумий соглашается. Через некоторое время клонированное тело доставляют Мигелю, и он вместе с Мэй приступает к препарированию. Пока Паук работает с телом, он просит Леди-паука разобраться с браслетом, с помощью которого альтернативный Человек-паук будущего был способен перемещаться между мирами. В этот момент Деймос неожиданно делает предложение своим врагам. Если они отпустят его, то наследники оставят Мигеля и Мэй в покое, позволив им умереть от старости. Естественно, наши герои отвечают отказом. Деймос не особо расстраивается этому и предупреждает, что теперь они умрут. После этих слов Человек-паук куда-то убегает, а наследник замирает, будто начав медитировать. Мигель добирается до другой лаборатории, где просит синтезировать некое вещество. А тем временем Леди-паук начинает бить тревогу. Деймос пробудился и начал пробиваться через энергетический барьер. Тем не менее, Мигель уверен, что ему не удастся вырваться из тюрьмы. Он скорее умрет, чем сделает это. Но Деймос добивается именно этого. Спустя несколько секунд безжизненное тело наследника падает. И уже через несколько минут клонированный Деймос возвращается, живой и невредимый. Однако на его пути возникает препятствие. На подмогу Пауку приходит Каратель будущего, который вооружен до зубов. Но в конце концов Деймосу удается подобраться к врагу вплотную. Каратель выстреливает в наследника из плазменной пушки, однако она не наносит особого вреда наследнику. А вот полу под его ногами очень даже наносит. Через мгновение Деймос проваливается с небоскреба прямо в центр города, о чем Каратель сообщает Мигелю. А Хара и Мэй решают использовать портальный браслет и отправиться в безопасный мир. Но когда они прибывают туда, их ждут лишь мертвые пауки. Далее мы переносимся к калым паукам, где клоны Питера Паркера сталкиваются с Дженниксом, умнейшим из наследников. Кайн бросается в бой первым, одержимый яростью и гневом. Вскоре к нему присоединяется Бен, и вместе им удается дать достойный отпор могущественному врагу. В конце концов Кайн начинает меняться и протыкает Дженникс со своими жалами, несмотря на то, что Рейли пытается его остановить. Однако это действие оказывается бесполезным, так как уже через секунду наследник перемещается в одно из клонированных тел. Но не успевает он снова напасть на пауков, как его новое тело уничтожает взрыв. Оказывается, вдова успешно взяла под контроль защитное вооружение здания и направила его против собственных хозяев. Тем не менее, Бен просит Джесс вырубить его, чтобы враги не смогли снова завладеть им. В этот момент Дженникс снова возрождается и нападает на пауков. Джесс выдвигает предположение, что должен существовать приемник сигнала, который переносит сознание наследников в клонированные тела. Но девушке не удается отправиться на поиски сигнала, так как ее находит начальник охраны Джонни Шторм. Тем временем пауки продолжают бороться с наследником. Однако Бен понимает, что их силы скоро иссякнут, а Дженникс кажется непобедимым. Джесс в конце концов удается обхитрить и одолеть Джонни. После этого она присоединяется к калым паукам, которые уже практически обессилены. Она пытается помочь друзьям, но все усилия напрасны. Дженникс раскрывает, что в его мире тысячи лабораторий, и уничтожение одно и ничего не изменит. В этот момент Бен решает сделать свой самый важный и правильный выбор. Он погружается в воспоминания. Смерть Гвен, уход Питера Паркера и спасение Марлы Джеймсона от рук Алистера Смайта, после чего Джона признал его героем. И когда наследник уже собирается поглотить энергию Черной Вдовы, его окликает Бен. Он сообщает Дженниксу, что обо всем догадался. Несмотря на то, что у него тысячу лабораторий, только это может принимать сигнал, который переносит сознание в тела наследников. И Джесс нашла приемник. В панике Дженникс оставляет пауков и бросается вслед за Рейли. Но когда Бен добирается до блока, который управляет оружием, он оказывается уничтожен. Но отступать уже нельзя. Поэтому Бен достает боеприпасы и складывает их в одну кучу. И когда Дженникс появляется на крыше, Бен подрывает арсенал. Через секунду все здание охватывает огонь, а Джесс и Кайн успешно скрываются. Когда пауки находят убежище, Алый Паук в ярости обвиняет наследников в смерти Бена. Он заявляет, что сам лично покончит со всеми врагами, так как они остались без планированных тел. Джесс пытается остановить его, но Кайн отвечает, что внутри него есть то, чего ей не понять. И теперь он не будет сдерживаться. Когда девушка остается одна, она понимает, что сегодня хорошие парни победили. Но какой ценой? Затем мы снова возвращаемся в ткацкий мир, куда вернулся Морлан и Солус вместе со своей добычей, отпрыском. Однако Дженникс омрачил триумф наследников с сообщением об уничтожении лабораторий клонов. Тем не менее, Солус не расстраивается, так как он уверен, что все идет по плану. Согласно пророчеству ткача, Невеста и другой уже скоро прибудут в их мир. И как только они поймают их, всем паукам придет конец. Тем временем, в убежище на земле, уничтоженной ядерным взрывом, Бен Паркер рассказывает свою историю и историю этого мира. Как оказывается, во время научной выставки Бен решил пойти с Питером, в результате чего паук укусил именно дядю Паркера. С помощью племянника Бен создал костюм и стал супергероем. Однако его заклятый враг, изумрудный эльф, раскрыл его тайну личности и взорвал дом Бена вместе с женой Мэй и Питером. После этого он оставил супергеройскую деятельность, а уже спустя некоторое время к нему пришел Симс, изикиль этого мира и поместил Бена в убежище, дабы спрятать от кровожадного охотника Морлана. Пока Бен скрывался в убежище, некий безумец захватил мир в заложнике, угрожая ядерным оружием. И этим безумцем оказался доктор Октавиус. В конце концов, случилось непредвиденное. Расчеты Отто оказались неверны и произошла катастрофа. Вполне возможно, Бен мог бы помешать безумцу, но этого он уже не узнает. В этот момент Питер решает прервать воспоминания своего дяди из другого мира и обратить внимание на полученные свитки. Пока все заняты их изучением, Шелк снова пытается скрыться. Однако ее замечает Гвен Паук, и Синди приходится объясниться. Она винить себя в том, что женщина-паук оказалась заперта в ткацком мире и решает спасти ее. Вместо того, чтобы отговорить девушку, Гвен Паук присоединяется к ней, и вместе они отправляются в мир наследников. Тем временем, Совершенный Человек-паук использует своего голопомощника, чтобы расшифровать свитки. Питер узнает в голограмме Анну-Марию, и тут Отто понимает, что перед ним не Человек-паук из прошлого, а из будущего. Это значит, что в конце концов Отто снова проиграет Паркеру. В этот момент Аня Каразон сообщает, что благодаря своим силам может прочитать свитки. В них оказывается пророчество, согласно которому наследники проиграют паукам, но лишь через тысячу лет. Чтобы этого не допустить, охотникам необходимо принести в жертву невесту отпрыска и другого, и тогда новые паучьи тотемы больше не будут появляться. Но тут Питер выясняет, что Шелк уже убежала в Ткацкий мир, а ее телепортер был сломан. И как мы помним, Каин также отправился в мир наследников, чтобы уничтожить их, пока у врагов нет возможности перемещать сознание в клонированные тела. В это время наследники ловят запахи невесты и другого, которые прибыли в их мир. Это значит, что Великая Охота начинается, и наследники бросаются за своими жертвами. Питер пытается связаться с Каином и уговорить его вернуться, однако Алый Паук уже начал свое превращение, и отступать ему некуда. Понимая, что времени больше нет, наш герой связывается со всеми остальными пауками, сообщая, что они отправляются в Ткацкий мир, чтобы дать наследникам бой. Однако Бен Паркер отказывается идти. В это время Каин в своей сущности другого вступает в бой с наследниками. Соус уверен в своей победе, однако через мгновение Каин протыкает его шипами, и глава семейства тут же погибает. Ошарашенный, разгневанный Морлан набрасывается на другого, и начинает его зверски избивать. В конце концов, он отрывает лапу паука, и ей же протыкает голову врага насквозь. Как оказывается, для ритуала наследникам не нужен живой другой, а лишь его кровь. Тем временем нашел к Женщину-паука, и Гвен нападают Верна и близнецы-наследники. Они собираются схватить Синди, а остальных убить без промедления. Возвращаясь в убежище, мы видим, что Питер пытается уговорить дядю Бена пойти с ними, однако его слова не взымают нужного эффекта. Внезапно в разговор яростно вмешивается Отто. Он говорит Бену, что нельзя сдаваться после каждой неудачи. Он сам проигрывал бесчисленное число раз, но в конце концов отыскивал путь к победе. Нужен всего один раз. Как ни странно, именно слова Отто вдохновляют Бена, и он соглашается пойти с пауками. Как только Бен переодевается в свой костюм, Питер открывает портал в Ткацкий мир, и пауки готовятся вступить в смертельный бой. В одном из выпусков Паучьих миров мы видим, что Аня Каразон узнала из свитков еще кое-что. Внутри них было сказано о Карне, изгое, который ненавидит свою семью, в особенности своего отца. А его семья, в свою очередь, ненавидит Карна. Услышав это, Отто соглашается на некий план, который придумал Питер. Затем мы переносимся на землю 3123, куда Карн прибыл за очередным паучьим тотемом, который оказывается тетей Мэй. Она напоминает изгою собственную мать, однако он не в силах сопротивляться своему предназначению. Но через мгновение в доме Паркеров открывается портал, откуда появляется команда пауков. Они пытаются поговорить с изгоем, раскрывая, что знают о его ситуации с семьей. Поэтому к великому изымлению Карна пауки предлагают ему присоединиться к ним. Но изгой считает это предложение шуткой, так как ему необходимо питаться энергией тотемов, чтобы жить. Но пауки ставят под сомнение это утверждение, напоминая Карну, что он уже много столетий пытается воссоединиться с семьей, которая даже не пытается его простить. Аня предлагает ему вместе одолеть наследников, чтобы с помощью их технологий попытаться помочь Карну. Она также сообщает, что свитки им дал сам Ткач, а это значит, что наследники не так всемогущи, как считает изгой. Кроме этого, в свитках сказано, что Карн единственный из своей семьи убивал не ради удовольствия. На самом деле он хотел созидать, восхвалять и записывать красоту. Пауки пошли на отчаянный шаг, доверившись Карну, и они даже готовы поделиться своей жизненной энергией, если он присоединится к ним. В конце концов, Карн сдается и соглашается с пауками, которые вместе передают ему часть своей жизненной энергии. После этого они вместе входят в портал, чтобы отправиться в Ткацкий мир. Далее мы снова переносимся к Мигелю и Мэй, которые прибыли на руины безопасного мира. Леди Паук охватывает отчаяние, однако Паук будущего замечает нечто интересное. Вскоре среди руин они обнаруживают гигантского робота. Мэй тут же предлагает починить его, и у нее на примете есть одна лаборатория. Затем мы видим, что девушка вернулась в свой мир в Нью-Йорк 1985 года. Там она за ужином со своим другом Гарольдом, местным Гарри Осборном, просит предоставить ей доступ к лаборатории его отца, чтобы помочь своей подруге Леди Пауку. Взамен Гарольд хочет поужинать с Мэй, и девушка охотно соглашается. После Гарольд приходит к своему отцу, рассказывая о просьбе Мэй. И Норман, который также является зеленым гоблином этого мира, с радостью соглашается, так как это отличная возможность, чтобы расправиться с Леди Пауком. Вскоре Мэй и Мигель начинают по частям переносить гигантского робота, пока Осборн занят сбором своих компаньонов-злодеев. Человек-паук будущего вносит предложение оснастить робота радиацией, которая является слабостью наследников, но он сомневается, что они смогут найти такое оружие в этом времени. Вскоре с Мигелем связывается Питер, которому Ахара сообщает о роботе. В этот момент в лаборатории внезапно появляется Гарольд. Вслед за ним в здание врываются суперзлодеи, шестерка зловещих под предводительством зеленого гоблина. Тем не менее, благодаря Мигелю и полуфункционирующему роботу, шестерка проигрывает битву. Внезапно Паук обнаруживает радиоактивное ядро в костюме местного доктора Октавиуса. Благодаря этому у Пауков появляется шанс улучшить вооружение гигантского робота. Спустя некоторое время, восстановленный гигант вместе с героями уже спешат на помощь. Тем временем в Ткацкий мир на помощь Гвен и Джессике приходят Пауки во главе с Питером. Они успешно отбивают атаку Верны, но выясняется, что Шелк все же была похищена. И теперь у наследников есть все необходимое, чтобы завершить ритуал. В это время Морлан начинает приносить жертву и первым становится Кайн, павший в недавней битве в образе огромного паука-монстра. В этот момент Дженникс раскрывает Деймосу, что их отец Солус не умер окончательно. У него есть особый кристалл, в котором сохранилась сущность отца. Морлан наконец приносит в жертву кровь другого, которая тут же расползается по паутине жизни, и великий тотем отныне не может вселиться в живое существо. Ткач сообщает, что другие пауки уже идут за наследниками, и Морлан приказывает братьям остановить их, пока он сам будет завершать ритуал. Наследники бросаются в бой, и пока воины паутины отвлекают их, Питер вместе с другой командой отправляются во дворец. Тем временем Морлан приносит в жертву кровь невесты, тем самым останавливая рождение новых тотемов. После этого он переходит к финальной жертве и заносит клинок над отпрыском. Но в последний момент нашему герою удается остановить кинжал, и пауки набрасываются на врагов. Мэй Дэй в ярости нападает на Дэймоса, желая отомстить за гибель своих родных. Питер же снова вступает в бой с Морланом. Он пытается позвать на помощь дядю Бена, однако тот с помощью паутины жизни находит портал и сбегает. Пока наши герои пытаются остановить ритуал, на поле боя снаружи дворца появляется Карн. Наследники с радостью встречают вернувшегося брата, который после смерти Солоса снова может стать членом семьи. Однако Карн более не желает этого. И после того, как за его спиной появляются новые друзья-пауки, он вступает в бой с наследниками. Тем временем Морлан с ужасом осознает, что паутина жизни начинает исцелять себя. Он в спешке пытается завершить ритуал, но на месте отпрыска оказывается свин-паук. Пока Морлан был занят битвой, дядя Бен успешно подменил младенца и исчез с ним через портал. После этого Питер связывается с Мигелем и приказывает ему привезти тяжелую артиллерию. Спустя мгновение на месте сражения пауков и наследников появляется гигантский японский робот по имени Леопард. В это время Мэйдэй отбирает кристалл Солса у Деймоса, яростно желая его уничтожить. И пока все отвлечены битвой, Совершенный Человек-паук решает совсем покончить. Ко всеобщему изумлению, он убивает владыку Ткача, думая, что таким образом он сможет решить все проблемы. Совершенный идиот. Но благодаря этому бездумному поступку, Мэйдэй не переступает черту и оставляет кристалл Солса целым. В ярости Морлан набрасывается на Питера и начинает поглощать его жизненную энергию. Пауки пытаются помочь другу, но Питер останавливает их. Он приводит свой план в действие и активирует телепортер. Он переносит наследника и Человека-паука в мир, разрушенный ядерным взрывом. Однако Питер не собирается убивать Морлона, сообщая, что неподалеку есть убежище. Спустя пару мгновений открывается другой портал, из которого появляется нить паутины и Синди спасает Паркера. Чуть позже остальные наследники отправляются вслед за Морланом. После того, как последний наследник отправляется в изгнание, Питер, наконец, может перевести дыхание в объятиях Синди. В эпилоге все пауки начинают отправляться в свои миры. Мэй Дэй прощается с Питером и спешит домой, где ее ждет дядя Бен вместе с братом. Внезапно оказывается, что ее мама Мэри Джейн жива. Она смогла вытащить парня Мэй из горящего здания и спастись самой. Но Питер все-таки погиб. Дядя Бен решает остаться с ними, дабы стать дедушкой маленького Паркера. Тем временем пауки продолжают отправляться по своим мирам. Но внезапно их паучье чутье начинает бить тревогу. Оказывается, Октавиус принялся уничтожать нити паутины, разрушая ткань реальности. Так как он догадался, что в будущем его ждет поражение и смерть, Отто решил изменить свою судьбу. Из-за этого на Земле 616 из комы выходит мадам Паутина, которая в панике заглядывает в будущее и видит лишь пустоту. Кроме этого, из-за действий Отто открытые порталы начинают быстро закрываться. Пока Питер, женщина-паук и девушка-паук пытаются остановить Отто, Паук Британии отправляет домой Паука Будущего и Гвен. Когда они заходят в порталы, Мигель успокаивает девушку, сообщая, что он видел, как Октавиус проиграет. Во время сражения с Отто, Ане удается прочитать надпись на кинжале, который гласит, что в центре паутины всегда должен быть предильщик. Шелк вспоминает, что наследники называли ее пряхой, поэтому она решает, что должна занять место ткача. Отто все еще отчаянно сопротивляется и стричь на визжа, что он должен остаться в живых, так как он лучший Человек-паук. Тем временем, Анна также узнает из надписи на кинжале, что тот, кто займет место ткача, будет следить за паутиной жизни всегда, пока смерть не остановит его. Однако Шелк понимает, что другого выбора нет и соглашается принять судьбу. Но когда она снимает маску ткача, под ней оказывается лицо незнакомца. Внезапно Карн снимает свой шлем, под которым мы видим точно такое же, более молодое лицо. Пока Питер разбирается с Октавиусом, Карн находит способ открыть механическое тело ткача. Оказывается, к замку идеально подходит его собственное оружие, которое Карн выковал еще в детстве. Бывший изгой понимает, что он поглотил огромное количество паучьих тотемов, поэтому сам стал своего рода пауком. И таким образом он сможет искупить свою вину. Когда Питер одолевает Отто, тот активирует своего голопомощника, приводя тайный план в действие. Карн, заняв место ткача, сообщает, что со временем он сможет починить нити паутины, а сейчас ему нужно отправить всех пауков домой. Первым делом он открывает портал в прошлое, куда Питер выбрасывает Отто. Таким образом, совершенный Человек-паук возвращается во время, когда он появляется из темпорального взрыва, уничтожившего лабораторию Горизонта. И он не помнит ничего из произошедшего в ткацком мире. Затем ткач открывает портал в мир паука Британии, но там оказывается пусто. Брэдак понимает, что его мир был уничтожен космическим феноменом и теперь он остался без родного дома. После ткач показывает запертых в убежище наследников, которым теперь придется питаться настоящими пауками, чтобы выжить. Паук Британия решает с помощью ткача путешествовать по мирам, которые остались без паучьих тотемов. Аня Коразон решает присоединиться к нему, дабы использовать свои знания во благо. Таким образом, ткач нарекает героев воинами Великой Паутины. После этого Карн открывает портал на Землю 616, куда отправляются Питер, Синди и Джессика. Когда же Карн и воины Паутины уходят, чтобы исследовать дворец наследников, из тела монстра паука появляется рука Каина. Тем временем герой Земли 616 возвращается домой, чему Питер несказанно рад. Теперь он уверен, что любая задача окажется ему по плечу и он сможет управлять Паркер Индестрис. Уже вскоре Человек-паук останавливает очередного вора, но ничего не может испортить этот миг, ведь нет ничего лучше, чем родной дом. На этом заканчивается наше длинное путешествие, сага под названием Паучьи миры. Приключение оказалось насыщенным и очень интересным. Мы познакомились со многими альтернативными версиями Пауков, которые еще не раз посетят страницы комикса Удивительный Человек-паук. Если вам было интересно, прошу оценить мои труды комментарием и оценкой. Это позволит нашему каналу развиваться дальше. Отдельная благодарность донатерам. Желаю всем крепкой паутины и великих побед. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok